Сборы в Сочи для лучших дзюдоистов в страну уже давно стали традиционными. Из отеля весна спортсмены уезжают на крупные турниры, сюда же возвращаются и празднуют победу. Сегодня у спортсменов стандартная тренировка в зале, отрабатывают технические элементы. Уже через 4 дня часть сборной поедет в Грузию на Гранд-при Тбилиси. В зале тренируется олимпийский чемпион Лондона Мансур Исаев, восстанавливается после серьезной травмы. Позади три тяжелых операции, впереди несколько турниров и, конечно же, Олимпиада в Рио. Настрой, конечно, 100%. Да, сегодня самое главное, чтобы не было травм, будем готовиться, стараться, как обычно, но 100%. Совсем недавно национальная российская сборная пополнилась новыми спортсменами и тренерами. В ее состав вошли крымчане. Как говорят новоиспеченные дзюдоисты, такие изменения тяжелыми не были. В новом коллективе освоились, встретили как своих. Тренеры отмечают высокий уровень спортивной базы отеля «Весна». Таких условий раньше у них не было. Коллектив лились, ребята работают. База очень хорошая, великолепные условия. Трудимся, думаем, что результаты не заставят себя долго ждать. Крымские дзюдоисты признаются, дзюдо в России и Украине разные вещи. Российскую школу уже отметили как очень сильную. Стараются они ударить в грязь лицом и полностью отдаются тренировочному процессу. Уже есть и первые медали на чемпионате России. В сентябре я приходил в чемпионат России, я занял второе место. По итогу зачислили сборную команду. Подключают на сборы, каждый месяц вызывают. Здесь очень хорошая команда, подготовка, тренерский штаб. Уже скоро часть сборной будет отстаивать честь страны в Грузии. Тренеры ждут хороших результатов от своих подопечных. Их восемь медалей на прошлом чемпионате мира показали возможности российских дзюдоистов. Также с 11 по 13 марта в отеле «Весна» пройдет методический семинар. Работа тренера под дзюдо «Комплекс задач и технологии». Семинар проводят тренеры сборной команды России Эцио Гамбо и Романаци Витариану. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.